Кто-нибудь И удивится, как быстро черемуха чахнет, сохнет под окнами деревца, вьюгою пахнет, пахнет снегами, морозом, зимой, холодами. Кто-нибудь утром сегодня совсем не проснется, кто-нибудь тихо губами к губам прикоснется и задохнется, как пахнет бинтами и йодом, и стеарином, и свежей доскою сосновой. В утреннем воздухе пахнет бинтами и йодом, и стеарином, и свежей доскою сосновой, пахнет снегами, морозом, зимой, холодами. И ничего не поделать, черемухой пахнет, пахнет черемухой в утреннем воздухе раннем, пахнет влюбленностью, пахнет любовным признанием, что бы там ни было с нами, но снова и снова пахнет черемухой и ничего не поделать. Я, побывавший там, где вы не бывали, я, повидавший то, чего вы не видали, я уже там, стоящий одной ногою, я говорю вам, жизнь все равно прекрасна. Да, говорю я, жизнь все равно прекрасна, даже когда трудна и когда опасна, даже когда несносна, почти ужасна, жизнь, говорю я, жизнь все равно прекрасна. Вот оглянусь назад, далека, дорога, вот погляжу вперед, впереди немного, что же там позади, города и страны, женщины были, Жанны, Марии, Анны, дружба была и верность, вражда и злоба, комья земли стучали о крышку гроба, Старий схорон над темной той рекою, ласково так помахивал меня рукою, дескать, иди сюда, ничего не бойся, вот, дескать, лодочка, сядь ему, да поедем. Как я цеплялся жадно за каждый кустик, как я ногтями в землю впивался в эту, нет, повторял, в беспамятстве не поеду, здесь, говорил я, здесь я хочу остаться, ниточка жизни, шарик непрочно свитый, Зыбкий туман надежды, ты мог соблазна, штопанный, перештопанный, мятый, битый, жизнь, говорю я, жизнь все равно прекрасна, да, говорю я, прекрасна и бесподобна, как там ни своевольна и ни строптива, ибо к тому же знаю весьма подробно, что собой представляет альтернатива. Робкая речь ручья, перезвон капели, мартовской брагой дышат речные броды, лопнула почка, птицы в лесу запели, Вечный и мудрый, круговорот природы, небо багрово красно перед восходом, лес опустел, морозно в лесу и ясно. Здравствуй, мой друг воробушек, с Новым годом, холодно, братец, а все равно прекрасно. И последнее стихотворение Левитанского, я сейчас читаю его, оно очень хорошо подходит для темы нашего разговора, он так и называется, арс поэтика, то есть искусство поэзии. Все слова однажды уже были. Слоем пепла занесло их, слоем пыли замело, и постепенно их забыли. Нам восстановить их предстоит. Наше дело в том и состоит, чтобы восстановить за словом слово и опять расставить по местам, так как они некогда стояли. Это все равно как воскрешать смутный след, оставленный в душе нашими младенческими снами. Это все равно как вспоминать музыку, забытою давно, но когда-то слышанную нами. Вот и смотришь, так или не так. Вспоминаешь, так или не так. Мучаешься, так ли это было. Примеряешь слово? Нет, не так. Начинаешь снова? Нет, не так. Из себя выходишь? Нет, не так. Господи, да как же это было? И внезапно вздрогнешь. Было так. И внезапно вспомнишь, вот как было. Но, конечно, так оно и было. Только так и было. Только так. Субтитры создавал DimaTorzok